Остаться в стороне невозможно, если город требует внимания. 21 апреля Люберецкий округ присоединился к общеобластному субботнику. С самого утра во дворы и на улицы вышли управляющие компании и сами жители. Затем, как на глазах преображались территории округа, следили наши корреспонденты. На аллее Вуги уборка идет полным ходом. Здесь собралось порядка 200 человек. Это и местные жители, и сотрудники администрации городского округа Люберца, и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Часть людей как раз вот здесь, в Люберецком районе, присутствует, как вы видите. Убирается листва, происходит побелка деревьев, высаживаются цветы в цветники. Обязательно будет вывезен весь мусор, производится опилка деревьев, санитарная, для того, чтобы было красиво. Это хорошая традиция, объем работ, который необходимо выполнить, достаточно большой. 12 числа, еще мая, состоится акция «Лес Победы». Я тоже прошу всех желающих, это очень хорошее дело, присоединиться и в этом мероприятии тоже поучаствовать. Погода радует люберчан солнцем, вопреки прогнозам синоптиков. Замечательный день, непрогнозируемое такое солнышко, оно придает настроение всем. Ежегодно мы принимаем участие в благоустройстве Подмосковья. И всегда это с таким настроением откликаются сотрудники, всегда это приветствуется. Вот сегодня день замечательный, хочется побыстрее проводить эти холодную, затянувшуюся зиму и вложить в свое настроение. Все замечательно организовано и такой результат, который ощущается, он очевиден. Вот здесь у нас принимает участие в уборке и техника. Также в этом году мы закупаем почти 240 единиц техники. Программа очень важная и без нее, конечно, было бы гораздо сложнее. Аллею Вуги посетил и глава округа Владимир Ружицкий. Вместе с представителями МинжКХ он убрал прошлогоднюю листву. Напомню, на первый общий областной субботник 14 апреля вышли около 22 тысяч люберчан. Порядок наводили на центральных улицах, в парках и скверах, на территории учебных заведений и во дворах. Мы защищаем вас на субботник! Еще одна точка, где проходит общий областной субботник – гимназия номер 44. Несмотря на выходной день, здесь многолюдно. В уборке территории задействованы не только сотрудники учебного заведения. Активное участие в наведении чистоты и порядка принимают воспитанники гимназии. План работы участников субботника масштабный – убрать прошлогоднюю листву, покрасить деревья, ограждения и подготовить клумбы к посадке цветов. Это же наша школа, ухаживать за ней надо. И кроме учеников здесь никто ничего не сделает. Ну, ухаживали здесь за цветами, выкапывали сорняки. Сейчас будем все это закапывать для перегноя. Мы придем на занятия после субботника. Здесь будет находиться приятно, здесь будет убрано. А учителя, в свою очередь, признаются – главная цель субботника – не только очистка территории, но и прекрасная возможность сделать коллектив учеников и педагогов еще более сплоченным. К сожалению, сейчас закон об образовании не позволяет более активно использовать, скажем так, детский труд. Но, на мой взгляд, и на взгляд сотрудников гимназии, родителей многих, то есть совместная деятельность детей и взрослых, она дает свои прекрасные результаты в воспитании. К дружному трудовому коллективу заглянул Владимир Ужицкий. Гостеприимные школьники угостили главу чаем и сфотографировали с ним на память. Люди приходят с семьями, с детьми, с друзьями, поэтому получаешь от этого удовольствие. Здесь тоже и радостно, и школьники, и у нас в целом повсеместно на территории всего городского округа, в Люберцах, в поселках, я оценю, все организовано достаточно на хорошем уровне. Это второй субботник. Что касается учебных заведений, здесь другая совершенно такая атмосфера, потому что тоже, как правило, руководители школ готовят и чай, и инвентарь, и убирают территорию, и школьники получают удовольствие, по крайней мере, они наблюдают, что надо территорию содержать в порядке. В целом, отметил глава округа общий областной субботник, на территории Люберец прошел организованно. Особо никто не устал, а получил удовольствие от того, что навел порядок. Поэтому мы в целом, я оценю, территорию сегодня привели в порядок второй субботник. Конечно, будут работать коммунальщики, конечно, впереди надо еще высаживать очень много деревьев. Поэтому я бы хотел искренне попросить наших жителей все-таки немножечко относиться более с любовью, что ли, к там, где мы живем, более аккуратно подходить к тому месту, где мы проживаем. Если каждый посадит какое-то свое дерево, каждый, а в нас проживает более 300 тысяч человек, это сразу 300 тысяч деревьев. Представляете, каким будет город и наши поселки, а это труда много не надо. Впереди у Люберчан еще одна масштабная акция «Наш лес, посади свое дерево». В этом году она пройдет 12 мая. Малаховское озеро – центр притяжения местных жителей и приезжих отдыхающих. Основную популярность пользуются здесь территории у берега. Итогом всех гуляний становятся груды мусора. В борьбу за красоту включились местные активистки организации «Женщины России». Своим примером они показали младшему поколению, что не нужно гнушаться никакой работы. Мы всегда заботимся о наших лесах и озерах. И помимо акций тоже мы пытаемся организовать сбор мусора. В прошлом году сажали деревья. Тут посмотрела, как обстоят дела с озером. Мы поняли, что без нашего активного участия дело кончится печально. Если мы заботимся о нашей земле, мы заботимся везде. И с граблями в руках, и со знаменами в руках. Лишь бы Малаховка стояла. Также в акции приняли участие ветераны общественных организаций и, конечно же, жители поселка Малаховка. На субботник приехал и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Но после зимы, когда зима длинная, конечно, все это дело как-то собирается и нужно убраться. И мы это делаем ежегодно. Поэтому и сегодня мы это сделаем. Привести в порядок свой поселок и озеро после долгой зимы вызвались 230 человек. Работы хватило всем. Инвентарь разбирали, как горячие пирожки. Но перчаток, лопаток и мешков хватило всем. Цель благая – привести в соответствие ту территорию, которая в течение всей зимы захламлялась. Привести береговую зону, чистоту и порядок и убрать крупный мусор. Это пластиковые бутылки, пакеты, сухие ветки. С хорошим настроением, великолепная погода. Люди вышли, поздравляли друг друга с праздником. Потому что очень мало мероприятий таких общих для жителей мы проводим. Но, тем не менее, это одно из мероприятий, которые жители поддерживают большим вдохновением. 23 кубометра мусора собрали участники акции на территории Малаховского озера. В основном это сухие ветки, пластиковые бутылки, пакеты и использованные упаковки. Во время субботника приводят в порядок не только дворы и улицы. В преддверии Дня Победы особое внимание уделяют благоустройству памятников Великой Отечественной войны. Так сотрудники и студенты Люберецкого техникума имени Гагарина убирают территорию вокруг мемориального комплекса «Вечный огонь». Наши студенты нашего техникума выбрали такой замечательный и всеми любимый наш мемориал, посвященный павшим героям войны. Мы вышли сегодня именно сюда и считаем, что это совместное воспитание наших студентов к патриотизму, чтобы наши студенты помнили, кому они обязаны жизнью. Молодые люди сами изъявили желание присоединиться к общеобластному субботнику. Им, пожалуй, достался самый ответственный участок. Ведь 9 мая основные памятные мероприятия по традиции пройдут именно здесь. Наш техникум проявил инициативу участия в этом субботнике. Мы решили выбрать этот участок, именно памятник, чтобы подготовить его к празднику 9 мая, потому что люди придут сюда почтить память погибшим. Чтобы справиться со своей задачей на отлично, студенты Люберецкого техникума вооружились инвентарем и распределили между собой обязанности. Мы – Российская фаназония! Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.